МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Прием у врача, на который никто не ходил, но государство заплатило. Точечная застройка, наоборот, теперь сносят даже готовые дома. И новые предложения, как бороться с азартной зависимостью казахстанцев. Это проект Грани. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неделя началась с коммунальной трагедии. В Жан-Аузене в одном из жилых домов прогремел взрыв. Его силы хватило, чтобы обрушить целый подъезд двухэтажки. ЧП случилось в 5 утра, когда большинство людей, конечно, спали. Квартиры превратились в руины. Под завалами нашли тела четверых погибших, в их числе ребенок. Еще четверо жителей были успешно спасены, и двое из них в тяжелом состоянии. Врачи продолжают делать все необходимое. В общей сложности пострадало полтора десятка человек. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. Идет следствие. Семьям, которые лишились жилья, уже приобрели новые квартиры. Оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыва в Жан-Аузене поручил президент. Кроме того, Касымжимар Токаев обратил внимание на социальную обстановку в городе. Жан-Аузен сейчас практически полностью зависит от нефтегазовой отрасли. Но запасы сырья ведь не вечны. Надо создавать условия, чтобы молодежь осваивала и другие специальности, подчеркнул глава государства. Пока же в западных регионах многие хотят работать только в нефтяной сфере. А это физически невозможно. К слову, сейчас в Жан-Аузене работает специальная комиссия, которая проводит масштабную проверку. Причем не только по документам, но и опрашивают рядовых сотрудников. Цель – узнать, как распределяется бюджет и насколько прозрачны процедуры трудоустройства. Между тем, в Департаменте экономических расследований на неделе рассказали, что руководство Бирали Мангестау Компани, чьи рабочие недавно провели акцию протеста в Астане, подозревается в хищениях. Почти 250 миллионов тенге, которые могли пойти на повышение зарплат и улучшение условий труда, были незаконно присвоены. Среди подозреваемых есть и должностные лица компании «Узиньмунайгаз». О социально-экономическом развитии Казахстана глобально и в деталях говорили на совещании в Доме правительства. Зал, в котором все происходило, довольно редко задействуют для официальных мероприятий. Однако на этот раз повод был. Это по-настоящему расширенное совещание. В одном зале не только президент, члены правительства, акимы всех уровней, но и председатели недавно избранных маслехатов. Именно региональным депутатам предстоит оправдать или даже завоевать доверие населения, которое сейчас, по данным соцопросов, где-то на уровне 50%. Что касается глобальной задачи «Максимум», то чтобы Казахстан перешел в категорию стран с высоким уровнем доходов, экономика должна каждый год расти минимум на 6%. Сейчас темп в полтора раза ниже. Инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что наша страна застряла в ловушке среднего дохода. Если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения не загоранит, надо прямо сказать. Нужна свежая кровь, прямо сказал Каба государства. В Казахстане должны без сбоев работать два лифта. Социальный, который любого трудолюбивого человека поднимает по карьерной лестнице, и экономический, для предпринимателей, которые двигали бы вперед справедливую экономику. Привлечение инвестиций, причем не в добычу сырья, а в глубокую переработку, это важнейшая задача для Акимов. Миссия глав регионов априори четко знать ситуацию на вверенных территориях, быть ближе к людям и принимать решения, отвечающие их запросам, сказал Касымжо Мартукаев. Для этого им передадут часть полномочий, которые раньше были у министерств. Президент призвал чиновников смотреть на происходящее не из окна служебного авто. Акимы должны пешком ходить по своим городам, населенным пунктам. Нам надо обратить самое серьезное внимание на обустройство всех наших городов и, конечно же, столицы. Надо признать, наши города выглядят неважно. Недавно показали по телевидению сюжет «Детская площадка в семье». Но не то, что там опасно, просто пользоваться этой детской площадкой. Вот такая невеселая карусель, где как-то умудряются веселиться дети. Шатающаяся горка, которая, кажется, в любой момент может рухнуть. Такие же ненадежные и поржавевшие местами качели. И очень обеспокоенные родители. Качели все старые, непонятной высоты, без досточек. Дворы никакие вообще. Как бы опасные и для детей в том числе опасные. Вот люк стоит. Там неизвестно, в каком он состоянии. Тоже не сегодня, а завтра он лопнет. Дети упадут и все упадут. И так ни в одном семье. На неделе в Уральске на детской площадке ребенку отрезало палец. Совсем недавно в Кустанае до подростка упали футбольные ворота. Реальную опасность представляют и бродячие собаки. То и дело появляется сообщение о том, что скорый бродячих собак нападает на людей, особенно на детей. Да, мы должны бережно относиться к животным, но не позволять их агрессию к людям. Особенно в отношении детей. Между тем, количество жертв нападения бродячих собак увеличивается. Это недопустимо. Я прошу вас всех принять мир. Повторяю, может быть, это вопрос не президентского уровня, но приходится об этом говорить. Ко мне граждане обращаются. Понятно, что казахстанцы должны отвечать за тех, кого приручили. Но сам факт того, что такие вопросы поднимает президент страны, говорит о том, что между теми, кто пишет законы, создает условия для их соблюдения. И гражданами, которые не должны их нарушать, взаимодействия не хватает. Снести нельзя оставить или достроить? В этом году пока четыре снесенных помещения. Однако работа продолжается. Еще 29 дел сейчас рассматривают в суде. То, что без проекта строится, это все опасность на самом деле. Потому что, как он строился, качество какое, это все должно проверяться. То есть проектироваться дальше с экспертизой проекта, это должно проверяться. Но, как правило, как я вам сказал, они никакие разрешенные документы не берут, проект не проходит, экспертиза не проходит. И к качеству у нас вопросы есть. Такие вопросы к качеству привели к тому, что недавно в Алматы сравняли с землей крупный двухэтажный ресторан в микрорайоне Акжар. А в прошлом году и вовсе под бульдозер ушли 12-этажный строящийся дом и таунхаус в предгорьях Алматы. Последний возводили незаконно. Более того, самострой угрожал оползням всему коттеджному городку. Под удар в Алматы попадают не только крупные объекты. Неделями ранее снесли несколько пристроек. К примеру, еще месяц назад здесь была летняя терраса кофейни. Казалось бы, и прохожим не мешало и жильцам. В плане громких звуков, тем не менее, суд постановил конструкцию снести. Как говорится, нет документов, не должно быть сейсооружения. Проверяют законы строительных объектов в управлении градостроительного контроля, но только после обращения людей. В других случаях вмешиваться в предпринимательскую деятельность они не имеют права. Если говорить о цене снесения незаконно построенного строения, то тогда это, конечно же, по решению суда все убытки по сносу вложатся на должника. То есть суд определяет, в определенных случаях взыскатель предоставляет нам технику, которая необходима для сноса. Когда здесь была лестница, у нас там был полисадник большой, и росли высокие деревья. На данный момент здесь ни одного деревца нет. То есть получается весь шум, смог, все идет людям в квартиру. Эта пристройка к жилому дому в самом центре Алматы уже несколько лет не дает покоя жильцам дома. Говорят, владелец бизнеса даже не спрашивал их мнения. А подписи жителей якобы и вовсе подделали. Я тоже против того, чтобы здесь вот это сооружение осталось. Потому что оно, во-первых, портит фасад дома. Во-вторых, оно незаконно построено. Потому что нам никаких документов не показывают. Представители бизнеса уверяют, разрешение от администрации города они получили. А одобрение людей в этой ситуации им и не нужно, так как земля в госсобственности. Для того, чтобы вести строительство именно с этой стороны участка дома, за пределами, оно подлежит согласованию только с местным исполнительным органом. Ни с кем больше. И не надо ни с кого согласовывать. Это согласование имеется. Независимые юристы придерживаются другого мнения. Как, впрочем, и в управлении градостроительного контроля. Именно они ранее подали иск на этого предпринимателя. Однако точка в деле еще не поставлена. Однозначно согласие требуется. Почему? Потому что так указано в правилах прохождения разрешительных процедур. Так вот документ называется. Допустим, я живу в квартире в многоэтажном доме. Я имею право на безопасное, комфортное существование. Любое действие, которое может мне повлиять на мой комфорт, требует моего согласия, моего одобрения. Мы провели внеплановую проверку. По результатам внеплановой проверки выявились ряд нарушений. Точнее, ранее застройщик получил разрешение, но получил разрешение на строительство легкой летней террасы. А по факту там капитальная строительство стоит. Масштабные сносы предстоят и в столице. Там только за последнюю неделю вынесли приговор двум крупным жилым комплексам. Оба возводила одна компания. Один из них уже почти достроили. И, конечно, люди успели вложить свои деньги в будущие квадратные метры. Во времени внеплановой проверки объект был на стадии второго-третьего этажа. Дальнейшие после выдачи приписаний и строительные модели работ не были приостановлены. Основанием искового заявления послужило то, что под жилым комплексом проходила тепловая трасса. Правда, затем застройщику поручили устранить нарушения и оформить все разрешительные документы, как положено. Меньше повезло второму жика, где в ход уже пошла тяжелая техника. Когда там начали сносить забор, рабочим это, мягко говоря, не понравилось. Завязалась битва титанов. Что касается денег дольщиков, то в Акимате поспешили успокоить людей. Квартиры они все же получат. Дом возведут на разрешенном участке. В Актау за последнее время в суд поступило 24 иска о сносе незаконно построенных зданий. По 15 решение уже вынесли. В двух случаях решение о сносе уже вступило в законную силу. В ближайшее время работы начнутся. В одном жилом комплексе поручено снести один лишний этаж. Во втором все здание полностью. Во Владаре на этой неделе административный суд тоже вынес решение о сносе строящегося дома, где уже выросли три этажа. А внимание объект привлек после падения крана этой зимой. Обобщающее предложение по борьбе с точечной застройкой прозвучало в Мажелисе. По словам депутата Бакаджана Базарбека, который является юристом по земельным отношениям, надо всего ничего пересмотреть правила изменения детальной планировки населенных пунктов. Я предлагаю остановить этот беспредел. Достаточно отменить одну статью. Одну статью. Если мы отменим эту статью, по которой корректировка в ПДП допускается не более двух раз в год, мы остановим уплотняющую застройку, мы остановим самобольную застройку, мы сохраним парки, скверы, бульвары, все зеленые зоны в городах. Я предлагаю внести мораторий хотя бы на пять лет на корректировку в ПДП. Еще одно предложение депутата – создать институт омбудсмана в сфере архитектуры и строительства, который стал бы неким мостом между чиновниками и гражданскими активистами. Потому что один надзорный орган хорошо, а общественный контроль лучше. Ведь о незаконности многих объектов, которые сейчас носят в готовом или полуготовом виде, было известно задолго до закладки первого камня. Айгуль Мухамбетова, Максим Шулепов, Данияр Макатаев. Грани. Масштабные махинации в сфере здравоохранения. Фиктивные консультации, анализы и даже операции. В фонде социального медицинского страхования заявили о том, что выявили приписки, которыми занимались в отдельных поликлиниках и больницах. Больше 52 тысяч приписок – это приемы у врача, которых на самом деле не было. В зависимости от фантазии махинаторов, казахстанцы якобы посещали тех или иных специалистов, за что пополнялся бюджет медучреждения. 500 фиктивных записей связаны с более дорогостоящими услугами. Могут приписать услуги пациенту, который вообще не живет в этом регионе, а живет реально в другом регионе, приписан совершенно в другой поликлинике. Консультации, потом функциональные исследования, лабораторные анализы. То есть, например, могут одному пациенту в день оказать очень много услуг, например, 10 или 5 или 7 услуг, что реально за это время просто невозможно сделать. Вот, например, мужчине из Тимиртау приписали массаж головы в Астане. И не просто один сеанс, а целых 13 часов непрерывных процедур. В этом году отдельные организации продолжили практику оказания медуслуг на бумаге. Точнее, в базе данных. Уже выявили 5000 случаев на общую сумму 55 миллионов тенге. Если одна грань вопроса – воровство общих денег, то другая – это след медицинской биографии человека, который может навредить ему. Проверить, не приписали ли вам лечение от несущества вашей болезни, можно в приложениях ЕГОВ или Дому Мед. И если да, нужно обращаться по телефону 1406. Это поможет наказать медучреждения, проворачивающие грязные дела. Бить будут по карманам их руководители штрафами в троекратном размере. То есть, если приписали услуги на 100 тысяч тенге, то заплатят 300 тысяч. На неделе вышло уточнение по одному уголовному делу. Главного бухгалтера отдела образования Талдыкургана подозревают в хищении не одного, а сразу двух миллиардов тенге. У чиновницы изъяли 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник, ювелирные изделия. Два миллиарда тенге, которые государство выделило на обучение детей, осели в карманах госслужащей городского уровня и ее подельников. Тем временем сразу несколько сотрудников Министерства национальной экономики отправились в колонию-поселение. Но не за нарушение закона, а в качестве профилактики, чтобы предостереть чиновников от необдуманных решений коррупционного толка. За колючей проволокой все было по-настоящему. Досмотр, решетки, реальные заключенные. С осужденными не здороваться. Даже под масками, которые вроде как надели из медицинских соображений, а не для конфиденциальности, чувствовалось легкое напряжение. И это в учреждении с минимальным уровнем строгости. С осужденным утром в 6 часов подъем, и все, до 10 вечера никто к кровати не подходит. Знакомство с меню. В отличие от министерской столовой, выбора здесь нет. Едят то, что повар приготовил по утвержденному списку и традициям. Запахи аппетитные. Ну да. Рыба. Рыба. Четверг сегодня. Рыбный день. Не дай бог, конечно же, сюда попасться. Большинство гостей из руководящего звена. Уполномоченный поэтики, который все для них и спланировал, считает визит в колонию полезной экскурсией. Что вот эта поязнь была внутри. Сейчас вот первый раз зашли, уже внутри тоже какой-то поязнь есть. У вас лично? Лично и тоже было. Переживания, что ли, что-то есть. Впечатление у чиновников, что называется, не передать словами. Все, можно я один не выдавал? Раньше только в кино, да, видели? А тут ты сам ходишь и думаешь, как боже, очень страшно здесь. В Министерстве нациоэкономики прочувствовали. И коллегам из других ведомств теперь тоже рекомендуют. Лучше один раз увидеть, чтобы в нужный момент принять правильное решение. О службе в казахстанской армии мы в деталях и подробностях говорили три недели назад. А на этой тему обсуждали в Сенате. Понятно, что проблемы, которые есть в обществе, присутствуют также в рядах солдат-срочников и офицеров. Там тоже есть свои негативные грани. Вопрос в масштабе. За три с половиной года в стране умерли 270 военнослужащих. Печальную статистику озвучили в военной прокуратуре. Причиной смерти в третьих всех случаев была болезнь. В 24% ДТП и только 20% это суициды. Ответственные госорганы говорят, что от общего числа самоубийств в стране на долю армии приходится лишь малая часть. Тем не менее, проблема очевидна. И сенатор Геннадий Шиповских считает, что решать ее нужно, только ужесточив ответственность. Мое предложение, чтобы такие ситуации не повторялись, необходимо предпринять драконьи меры. Первые начальники региональных военных частей должны нести ответственность. Вплоть до отправки под трибунал. Только тогда будет порядок. Чиновники и депутаты обсудили и другие проблемы казахстанской армии. Это в том числе нехватка оборудования фиксаций. К примеру, в пограничной службе из 358 объектов только в 104 ведется видеонаблюдение. Такой же дефицит главных предметов контроля над бойцами и в Национальной гвардии. Но этот вопрос уже в скором времени будет решен. Чего не скажешь о психологической поддержке военнослужащих. Есть недостатки в работе психологической поддержки личного состава. Были случаи, когда военнослужащие, входящие в специальную группу динамического контроля, имели доступ к дежурству в суточном наряде, да еще и с оружием. Требования к подготовке психологов не выполняются. Казахстанцы спускают на азартные игры миллиарды тенге. И зависимых с каждым годом становится больше. В голове у них постоянные мысли об игре. Она всецело поглощает человека. И, казалось бы, даже обычные повседневные вещи напоминают о ней. А желание отыграться сразу же, даже сильнее чувство голода. В итоге ставки повышаются. И вместо денег под угрозой уже карьера, семья и даже жизнь. Вся жизнь в одном моменте – игровом. Реальность со всеми заботами и хлопотами отходит на второй план. И человек не замечает, как превращается в лудомана. Когда не было денежных средств на игру, решил взять деньги из сейфа, с компанией. И, как бы, итогово за эту ночь я возвращался в офис три раза. И, кстати, все деньги ушли. Казахстанцы в прошлом году из-за азартных игр совершили 31 тысячу правонарушений. В лучшем случае все заканчивается тюремным сроком. А в худшем игроман, загнанный в денежную ловушку, совершает самоубийство. В прошлом году было более 3,5 тысяч суицидов. На каждый пятый шли лудоманы. Соблазн быстрого обогащения тянет за собой, прежде всего, малообеспеченных людей. Молодежь. Эта проблема превращается в трагедию, ломает судьбу людей. Из-за действий лудоманов страдают их семьи. Мне повезет. В следующий раз я обязательно выиграю. Так успокаивают себя игроманы. После того, как свои деньги заканчиваются, в ход идут сбережения семьи и украшения родных. За последние три года казахстанцы проиграли более одного триллиона тенге. Мажелесмен Жанарбек Ашемжанов говорит, что среди тех, кто не может жить без ставок, довольно много известных людей. Один мой знакомый сумел избавиться от лудомании, уйдя в религию. Не буду говорить, сколько он проиграл. Но ради этого он летал в Лас-Вегас, Макао. Был очень обеспеченный человек. В итоге семья распалась, дети разбежались кто куда. И вот в конце его спасла только вера. Мы показали мажелесмену сайт одной из лотерей Казахстана. Спросили его мнение, что это – безопасная или все-таки азартная игра? Это обычная азартная игра. Они просто скрываются за красивыми картинками. Иногда, даже если нет денег, предлагают в долг поиграть. И на это идут как взрослые, так и дети. В конце марта сотрудники агентства по финансовому мониторингу раскрыли электронный игорный канал. Мошенники принимали ставки в ТикТоке, а выигрыш отправляли банковским переводом. За 4 месяца организаторы успели заработать почти 13 миллионов тенге. Пока одни сколачивают состояние, другие подсаживаются на игровую иглу. И потом годами не могут с нее слезть. В прошлом году в стране лечения от удомания официально прошли всего 10 человек. С начала этого года еще плюс 10 новых пациентов. Но как же понять, это мимолетное увлечение или уже зависимость? Здесь очень сложно достаточно разграничить. Вот здесь это лудоман, а здесь это не лудоман. Но если это отображается на качестве жизни пациента, и оно прогрессирует постоянно, то очень нужно задуматься о том, что у пациента, возможно, есть лудомания. По словам врачей, происходит изменение личности. Человек становится лживым, изворотливым. Все ради получения денег на очередной взнос. Видите, это здесь как воронка. Он, когда уже исчерпал собственные ресурсы, он начинает искать ресурсы извне. Ну, это могут быть родители, друзья, воровство, всякие нарушения общественного порядка и так далее. И получается, пациент все больше уже не знает, откуда ресурсы искать, а в лечении у него изнутри оно идет. Ну и вот это замкнутый круг становится. Организаторы онлайн-игр играют на человеческой слабости. Бороться с ними трудно, ведь на кону большие деньги. Давление извне почувствовали на себе и депутаты. Сразу после озвучивания запросов Жанарбеку Ашимжанову позвонили и предложили не разрабатывать поправки в закон, а ограничиться профилактическими семинарами и лекциями. Даже готовы были взять все орг-расходы на себя. Сейчас любой человек, идя по улице, последние 500 синге может понести к этому игровому терминалу. Это все уже превратилось в болезнь. Все хотят легких денег и не понимают, что с первым выигрышем наоборот, тонут в зависимости. Поправки в закон депутаты все же готовы разработать. Хотят, если не отменить полностью, то хотя бы ограничить любителей онлайн-ставок. Среди предложений запрет на игры тем, кто в конторах значится банкротом и уже более трех месяцев не может оплатить кредит. Алиял Мухаммедова, Айджан Утасбаев, Жандос Айгожин. Грани. В парламенте предложили создать государственный алиментный фонд для помощи детям. Такой опыт есть в мире. Например, в Финляндии неплательщик в трудной ситуации может обратиться в специальное финансовое учреждение, занять деньги, а после их вернуть. Но насколько это возможно у нас? Почти 13 миллиардов тенге задолжали неплательщики алиментов. Причем они идут на разные способы уклонения от финансовых обязательств перед своим ребенком. Например, меняют место жительства, работу или умышленно занижают свои реальные доходы. Об этом на заседании Мажелиса рассказал депутат Народной партии Казахстана Магирам Магирамов. Надо исключить несправедливую практику, когда должник по алиментам может выплатить любую сумму, к примеру, 5000 тенге, и он уже не будет считаться неплательщиком алиментов. Мы наставим на создание государственного алиментного фонда по опыту зарубежных стран. Это была бы государственная помощь, созданная для ребенка. Аналогичная инициатива уже звучала в 2020 году. Только тогда в правительстве были против, потому что создание такого фонда требует больших бюджетных средств, говорят в Республиканской палате частных судебных исполнителей. Мы считаем, что работа такого фонда, она не должна создавать у граждан какой-то ежедневенческий настрой. Этот фонд, он должен носить какой-то поддерживающий характер, страхующий характер. То есть если человек потерял работу, некоторое время не может устроиться на работу, или по каким-то иным причинам не может оплачивать алименты, то есть временно здесь уже подключается механизм этого фонда. И уже в последующем, после того, как алиментное обязательство будет выполнено, мы считаем, что эти деньги должны бы взыскиваться с одолжника в пользу этого фонда. Сейчас в производстве находится 250 тысяч дел. И не всегда те, кто не платит алименты, это отцы. Есть и матери. Их 6 тысяч. История о подростковой жестокости по отношению друг к другу в последние недели не сходит с новостных полос. Взрослые проводят экстренные совещания, но есть ли от этого толк? Моя коллега Мария Парфенова сделала многогранный разбор важной темы. Если говорить о самых сильных личных впечатлениях, алибек, то это, конечно, поездка в единственную в Казахстане колонию для несовершеннолетних. Репортаж оттуда чуть позже. А пока о тех, кто оказались очень близки, чтобы отправиться за решетку. Семей. Бои без правил развязали юные футболистки. Агрессоры с хвостиками и короткими стрижками бьют сверстницу из своей же команды. Из личной неприязни. Сейчас идет следствие. А это горячая разборка студентов разных колледжей в Атырау. И снова силы неравны. В учебных заведениях провели массовые профилактические беседы, но гарантирует ли это примерное поведение в дальнейшем? Вопрос. Казалардинская область. Что творилось в головах у тех, кто наносил удары по голове парнишки на тротуаре, нормальному человеку не понять. Кругом зеваки. Но ни один не решился остановить эту пытку. Он даже не знал тех, кто его бил. У меня чуть сердце не остановилось, когда мне показали видео. Он спортсмен, который никогда лекарства даже не пил. А теперь что? Сразу после ЧП полетели головы. Кресло потерял начальник РУВД. Еще 10 сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности. На кафельном полу из Креногорского торгового центра школьница умоляет о пощаде. Девочки не поделили парня. Ту, которой в любви, видимо, повезло больше, решили избить. А потом заставили раздеться на камеру. Мама одной из нападавших не выдержала позора за дочь и сама уволилась из отдела образования. Участниц агрессивной кампании перевели на дистанционное обучение. При этом они даже не извинились. Извинения это извинениями, но дело уже по факту. Потому что уголовная ответственность должны понести такие девочки. Учитывая, что почти любой подростковый конфликт приводит к увольнению взрослых, становится понятно, почему так возмущались представители колледжа из села Узанагаш, когда в сети появилось видео месячной давности. Скандал тогда замяли на месте и при этом решили не сообщать о ЧП в управлении образования. Мы узнали об этих срок сетях, и только после этого мы поехали разбираться. Они к нам сразу в тот момент никто не обращался. Через два месяца мы изучили, увидели, дети между собой помирились. Дети на данный момент вообще забыли, что это правда была. Создается ощущение, что после каждого такого скандала чиновники только и мечтают поскорее получить повод заявить, конфликт исчерпан. Эти кадры жестокого избиения в Талдыкургане стали достоянием общества в начале года. Родителям штраф. 12 работников сферы образования получили дисциплинарное взыскание. Но мы решили узнать то, о чем, как правило, не говорят в подобных историях. Что сейчас с виновницами. Три месяца спустя. Одной из агрессивной троицы на момент конфликта было 18 лет, и ее просто исключили из учебного заведения. Второй, 17-летней студентке, дали три месяца испытательного срока. Затем продлили на такой же срок. Говорят, учится, занимается спортом. Не можем сказать, что она исправилась на 100%. Время надо. Она стала себя больше сдерживать. Характер у нее ветреный, доверчивая очень. Поэтому мы решили дать испытательный срок. Успеваемость хромает, но сверстники на нее не жалуются. По работе с ней индивидуальная коррекционная работа провелась мной. Она хочет к себе в основном внимания. А когда люди перестают обращать внимание, ей уже становится неинтересно. Дефицит внимания, я думаю. Синдром нехватки внимания в основном. Вот это у нее самая больная тема. Третья из компаний нападавших – ученица девятого класса вечерней школы. Суд решил отправить ее в специнтернат для детей с трудным поведением в Таразе. Скоро она уедет туда, а пока находится в центре адаптации для несовершеннолетних. Куда до последнего случая год назад уже попадала. Ребенок, конечно, многое осознает. Среда общения, вот это все, повлияло на нее, наверное. А так, в принципе, девочка очень хорошая. Покладистая она, конечно, она раскаивается, говорит, что хочет домой. Станут ли оступившиеся подростки на путь исправления? И наказание взрослых, которые в какой-то степени не доглядели, это все же разные грани, которые не особо-то пересекаются. Можно уволить всех полицейских и педагогов, но искоренит ли это жестокость в детской среде? Конечно же, нет. Еще есть такое расхожее мнение у представителей старшего поколения, якобы в наше время такого не было. Имеется в виду таких зверств и уровня преступности, в принципе. Мы отодвинули эмоции и обратились к фактам. Я вот родился здесь. Тогда это был Цельнаград. Ну, небольшой город такой, областной центр, да. И я довольно таким полукриминальным, можно сказать, детством. Я учился в школе, и там на год старше нас двое парней, они взяли со своего класса одного парня, в общем, изнасиловались. Был другой тоже, который также отчим, сколько там, на живых нанес, отчим умер. Ну, мама у него была как бы в прокуратуре работала, и там превышение самообороны делался условно. Перенесемся в начало нулевых. О росте подростковой преступности тогда немало писали в криминальной хронике газет. Вот, к примеру, подшивка за 2002 год. 50 учеников трех разных школ устроили разборки с мордобоем. Были и вымогательства. Одноклассницы требовали учениц и девятого класса деньги. Когда их не было, избивали. Ну, и еще один случай за гранью человеческой жестокости. Два подростка 14 и 17 лет зверски избили взрослого собутыльника обрезками труп, но на этом не остановились. Они взяли черенок от лопаты, и судя по тому, что газетная заметка называется «Посадили на кол», понятно, что сделали дальше. Мужчина умер. Возвращаясь в наши дни, после всех случаев подростковой агрессии последних месяцев, может показаться, что масштабы детской преступности в Казахстане лишь растут. Однако статистика говорит об обратном. В 2008 году на счету несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 75 убийств. Семь лет спустя подростки лишили кого-то жизни 17 раз. В 2022 непоправимое совершили 6 человек. Если взять общее количество уголовных преступлений, то опять же тенденция снижения более чем очевидна. В прошлом году серьезно нарушили закон в три раза меньше несовершеннолетних, чем еще 14 лет назад. То есть можно констатировать, что принимаемые в Казахстане меры по профилактике детской преступности работают. Но это никак не повод для самоуспокоения. Ведь колония для несовершеннолетних у нас не пустует. Я просто его толкнул, и он ударился об камень головой. Разбил голову. Я, честно, в шоке был. Я не знал, что делать. Большое футбольное поле, площадка с турниками, всюду зелено, свежий воздух. На первый взгляд, кажется, что мы находимся в каком-то детском лагере, если бы не одно «но». На окнах зданий установлены железные решетки. Это единственное в Казахстане учреждение средней безопасности для несовершеннолетних. Здесь отбывают срок те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, как то убийства, изнасилования, грабежи и другие. И таких здесь 45 человек из разных регионов страны. Он просил называть себя Артем. Добрая улыбка, открытый взгляд и никакой агрессии. Преступника в 18-летнем юноше выдает только серая роба с нашивкой. Осужденный. За колючей проволокой он уже три года. Конфликт со сверстником из параллельного класса закончился дракой на пустыре. В какой-то момент соперник упал, ударился, а через четыре дня умер в больнице. Тогда еще восьмиклассник получил приговор. Шесть лет и восемь месяцев. Это был шок. Просто кричал, я не знаю, что я... Я его не убивал, я не хотел. Если бы знал бы, не пошел бы в школу. Просто не пошел бы. Ты себя преступником не считаешь? Трудно. Как? Я не хотел, я не хотел сделать то, что сделал, но получается все равно я приступил к же эту грани. На сколько лет ты себя ощущаешь? Мне кажется, я выйду и буду ощущать, что мне 14 до сих пор, что, да, я много чему научился, но мне все равно 14 лет. Каждый день в колонии по жесткому распорядку. Подъем, умывание, завтрак, проверка по карточкам. Передвигаться по территории можно только строем и поднадзором. Затем уроки. Все почти как в обычной школе. У 9-го Б по расписанию русский язык и литература. Все ученики на месте. Прогульщиков тут не бывает. Вот он пришел, он у ее ног. Я люблю вас, он говорит. Что отвечает Татьяна? Вы поняли из этих слов? Что он отвечает? Что? Я другому отдана. Я буду век ему верна. Вера и правда, и любимому делу, и подопечным педагог Елена Бутенко служит 22 года. Однажды она бросила себе вызов и из обычной школы ушла преподавать сюда. Позже поняла, что нашла свое место. Да, учить этих ребят сложнее. Были в практике те, кто читать не умел. И как бы парадоксально это ни прозвучало, некоторые до тюрьмы не то что знания, но и заботу с простым человеческим вниманием редко получали. В первую очередь, это дети. У нас воспитательная колония. Обратили внимание? Воспитательная. Это на первом плане. Похвалишь за что-то, и он уже готов. Вот, 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 понимаешь. Ой, давайте я еще сделаю. Давайте, Лензина, вот это. А давайте. А давайте. А я помню, боже мой, он же изнасиловал. Я всегда об этом говорю. Я прекрасно знаю все ваши статьи, и они сразу затихают. Потому что я знаю о вас все, говорю я. Они сразу молчат. Я знаю, когда они меня обманывают. Им хочется быть лучше передо мной. Это тоже естественно. Им хочется понравиться. После занятий обед. Затем для части ребят учеба в профшколе. Там готовят токари, слесарей и стулеров. До ужина немного личного времени. В распоряжении подростков стеллаж с книгами, шахматы, музыкальные инструменты, телевизор и даже приставка. Игры проходят отбор, чтобы в них не было драк и прочей агрессии. Ребят стараются занять чем угодно, лишь бы время не тянулось томительно долго. Кто-то в любую свободную минутку старается услышать близких. Ну ладно, мам, давай. Пока, целую. Часто разговариваешь с родными? Да, каждый вечер. Стараюсь чаще звонить. За высокий забор колонии Леша попал на свой 16-й день рождения. За изнасилование. Правда, он это так не называет. Первая любовь, эмоции, которые не забыть. Но им с девушкой по 15 лет. Ее мама об этом узнала. В итоге ее мама написала заявление. Меня по факту закрыли. Я помню, как у отца заслезились глаза. Я это увидел. И просто отпустил кепку. Не успел голову поднять. Уже на меня конвейнер, одел наручники. Еще 15 лет назад несовершеннолетних преступников здесь было вдвое больше. Это в том числе связано с гуманизацией. Сюда отправляют в крайних случаях, когда альтернативные наказания исчерпаны. Свыкнуться с жизнью в изоляции от общества и отойти от шока подросткам помогают сотрудники колонии и психологи. За 20 лет работы в учреждении подполковник Алма Базильбаева видела немало разных судеб. По ее словам, даже попадая в такие условия, раскаяние просыпается далеко не в каждом. Есть ребята, которые считают себя невиноватыми. То есть они преступление осознают. Подростки, это жестокий народ? Подростки сами по себе, да, наверное, жестокий народ. Вот вы говорите, в наше время интернета вот этого не было. Даже по телевизору показывали какие-то фильмы, вот эти все, сказки. Это все было через какой-то цензор проходили. Все доброе, их добро мучили. Сейчас ребята в основном предоставлены сами себе. У нас даже был случай, один мальчик говорит, ну вот действие сексуального характера. Он увидел в телефоне у отца вот это, потом пошел делать это, ну, с соседским мальчиком. Местным обитателям от 14 до 18 лет. Если до совершеннолетия срок не закончится, этапируют во взрослую тюрьму. Контингент там, конечно, жестче. Поэтому, чтобы вчерашние дети не попали под дурное влияние матерых уголовников, по желанию их могут оставить здесь до 21 года. Главная задача сотрудников колонии, чтобы мальчики за это время переосмыслили свою жизнь. А еще важно, когда приблизится дата освобождения, чтобы на воле их кто-то ждал. Протянул руку помощи. Если там, скажем, он пришел домой, родители его встретили, дальше он пошел дальше учиться, скажем, да, вот у нас они несовершеннолетние, там где-то потом работа нашлась. Я думаю, что он бы дальше как бы встал на ноги. Если все время тыкать этому человеку, что он только вчера освободился или находился в местах лишения свободы, естественно, он завтра может совершить, наверное, повторное преступление и попасть обратно. У Османа типичная для этого места история. Рано потерял родных, попал в детдом, потом опекунство над ним и младшим братом взял дядя. Но воспитывался парень на улице. Из шести назначенных лет отсидел два года. Нож в роковой апрельский вечер взял для шашлыков, а вышло, что в перепалке вонзил в человека. Друзья убежали прочь, и Осман тоже побежал. Куда попал удар ваш? В голову, шею и печень. Ножом ударил. Скрылся почему? Потому что страшно было? Да. Сам не знал, с чего боюсь. Я мог бы ему помочь, вызвать скорую. Ну, я его целый убежал. Я бы сказал, вот так. Не стоит просто ходить на улице, там, плотно романтики. Это все временно, это нереально. И этим путем далеко не уйдешь. Ну, максимум, куда ты пойдешь, ты в тюрьму пойдешь. Или, может, в могилу пойдешь. Там два только хода. Другой фактор, говорящий о снижении подростковой преступности. Полицейские инспекторы, которые раньше находились в школах постоянно, теперь приезжают к детям время от времени. За участковым Азаматом и Сеновым закреплены сразу четыре школы. В этой работает с начала года. Учеников больше трех тысяч. Уделить внимание персонально каждому нереально. Поэтому проводят беседы на разные темы с целыми классами. На внутришкольном учете здесь состоят шестеро ребят. Кто-то курил, кто-то сбегал из дома. Один ребенок на учете в полиции бродяжничает, ворует. Ставим мы на учет несовершеннолетнего на год. Каждый месяц выезжаем на адрес, проверяем данного несовершеннолетнего, которого состоит у нас, например, на учете в ОПР района Алматы. Выезжаем каждый месяц, проверяем, идет на путь исправления или нет. Если на учет ставим, то этот учет, получается, он через год, если исправляется, с учета снимается. Когда мы находились в школе, меньше было правонарушений, мелких правонарушений среди несовершеннолетних. Всего в Астане на учете в полиции 138 детей. И из обычных школ, и те, кто занимаются в коррекционных. Если не покинуть этот список до выпускного, могут возникнуть проблемы при поступлении в ВУЗ. Вместо участковых в качестве эксперимента в некоторых школах страны появилась постоянная штатная единица. Менеджер по профилактике правонарушений. Это, как правило, правоохранители на пенсии или педагоги. У нас произошло вот ЧП. ЧП для нас, допустим, мальчики поругались или еще что-то. И вместе садимся, думаем, что мы завтра предложим родителям. Родители тоже идут навстречу, потому что им некогда. А школа заинтересована, они это видят в том, чтобы исправить ребенка. Вообще же успех профилактики зависит от слаженной работы взрослых из разных структур. Полиции, здравоохранения, соцзащиты, образования. Ну и, конечно, самых близких – семьи. Основной кирпичик, момент сидит – это, конечно же, воспитание семейное. Семейные ценности. Мы сейчас тут говорим про то, что дети постоянно сидят в гаджетах, вот они бесконечно проводят время. А родители? На самом деле родители такие же, как и дети. Мы заработались. Мы заработались, мы засиделись в телефонах, больше времени уделять детям, спрашивать, как дела. Вообще психологи говорят, что детская агрессия – это естественный процесс взросления. Особенно в возрасте 14-15 лет. Половое созревание, гормоны зашкаливают. Корень трудного поведения подростка может крыться в чем угодно. От нездоровой ситуации в семье до банального желания самоутвердиться. Причем неуемную энергию ребятам проще выплескивать не в одиночку. У всех животных, в том числе и у человека. Агрессия – это такой способ, так сказать, получения ресурсов. Правильно? И защита своих ресурсов. Подростки образуют группы. В принципе, это тоже в природе человека. И, соответственно, в этой группе есть свои правила, ценности и установки. Групповое изнасилование семилетнего мальчика в селе Абай в 2018 году. Сделали это старшеклассники. Но в колонию для несовершеннолетних отправился только один из школьников. Остальным на момент совершения зверства не было 14 лет. Это дело стало резонансным не только по составу преступления, но и потому, что происходило после. Случившееся пытались замять. И, скорее всего, так бы и произошло, если бы не резонанс. Именно в то время стала очевидна роль детского омбудсмена, как независимого от госструктур защитника прав ребенка. В тот момент на весь Казахстан был лишь один омбудсмен. С прошлого года свои уполномоченные есть в каждом регионе. Благое дело они совмещают с основной работой. Это общественная нагрузка, за которую денег не платят. Асимаби Мендина защищает детей Астаны. Каждый день по несколько часов в небольшом кабинете дворца школьников она выслушивает родителей и старается помочь. Граждане обращаются не потому, что они не обращались в другие уполномоченные органы. К сожалению, они не удовлетворены ответом, который они получили. И до конца вопрос не решили. Другая важная грань, которая тоже показывает, насколько здорово наше общество, это жестокость и насилие в отношении детей и подростков со стороны взрослых. На что, кстати, на этой неделе внимание обратил президент. Думаю, Маша, эта тема – повод для следующего подробного разбора в твоем исполнении. Говорят, пора забыть о дорогих известных брендах. Мол, их время прошло. Моду сейчас диктуют не именитые кутюрье, а соцсети. И там, кстати, не первый год развивается тренд на одежду в нашем национальном стиле. Издавна казашки одевались модно и красиво, даже если это был костюм воина. Все элегантно. Время менялось. Зарубежная мода теснила национальную одежду. Но в 2000-х все изменилось. Стал расти спрос на национальную одежду. И, например, на казузату стали надевать вот такие вот свадебные костюмы. Сейчас мода на все забытое старое возвращается еще активнее. Девушки с джинсами носят такие чапаны. А это тренд нынешнего года – этнокорсеты. Присутствие национальных элементов в одежде становится все более популярными. Казахстан – наши дни. Тюбетейка становится привычной частью образа молодежи. Причем активно головной убор носят как парни, так и девушки. Некоторые депутаты тоже шагают в ногу с модным веянием. Образ даулета Мукаева стал одним из самых обсуждаемых на первом заседании недавно избранного. Состава мажелиса. Все благодаря тюбетейке. Кепки и футболки с мотивационными надписями на казахском языке в латинской транскрипции тоже имеются в гардеробе. Это еще один модный тренд. Другая представительница депутатского корпуса Ирина Смирнова тоже почти всегда на этно-стиле. Орнаменты есть практически в каждом ее образе. Покупает вещи на ярмарках ремесленников. Любит шелк и войлок. Одежда из войлока, она очень теплая и очень легкая. И вот у меня есть куртка, она, кстати, вот здесь представлена. Она настолько теплая, ее оденешь, ты при любом холоде согреешься. Я ее под шубу одеваю. Время пришло. И каждый будет что-то показывать из этно-стиля. Предпринимательница Алла Алимова свой магазин современной одежды превратила в этно-бутик постепенно. Говорит, потолкнули ее к этому молодые клиенты, которые все чаще стали просить национальную одежду. Тренд среди модниц по-прежнему головные уборы. Тюбетейки, вот в основном все говорят, что эта тюбетейка, на самом деле, название его Сураба. Его называют Сураба. А тюбетейка это когда УК есть тут. И оно как бы широкое. Вот это тюбетейка. И есть мужская тюбетейка и женская. А эта тюбетейка, она как бы Сураба. Носить его не надо вот так. Его надо так носить. Это тренд. Сейчас 2022-2023 года. И девушки все любят. Обычный пиджак, рубашка и тюбетейку. Все, там с далека уже видно, что казашка идет. Новую эру спросу переживают и национальные украшения. Если еще недавно многие считали, что их носят только бабушки и вообще это старомодно, то теперь девушки стали совмещать такие изделия с повседневными образами. Жанерке не только сама носит украшения, но и зарабатывает на них. Это тренд. Спрос с каждым днем растет. Вот украшения для волос, а это брошь. Они придадут вашему стилю изюминку. Их можно носить с любой одеждой на каждый день. Подходит даже к простым джинсам и футболке. На одной волне вместе с молодежью старается быть и казахстанки более солидного возраста. Гульбаран Коксигенова шьет национальную одежду давно. Говорит, раньше спрос в основном был среди взрослых и, как правило, исключительно накануне праздников. А теперь она не успевает принимать заказы. Сейчас многие женщины заказывают вот такие тренчи. 60 лет, 50 лет женщинам вот такие нравятся вещи. Они с этно-орнаментом и не броско, и чуть-чуть теплые. За 40 лет женщины заказывают вот такие накидки. Они с брюками носятся. Очень классно их можно на то и носить. И вот сейчас у нас летние заказы пошли на такие шифоновые накидки. Они идут с этими сруковами. Они с казахскими этно-орнаментами. Красиво. Тоже вот таких заказов у нас много. Помимо работы на себя, Гульбаран также бесплатно обучает шитью многодетных матерей и тех женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Она помогает им начать зарабатывать на моде. Впереди горячий свадебный сезон. А значит, вновь будет всплеск спроса на национальный домашний текстиль и наряды. А Айжан Умбетова, прежде чем шить, изучает значение каждого узора. Сейчас она готовит линейку новой тенденции эко-шоперов. Их можно носить как аксессуар. Но если нужно положить что-то вовнутрь, вуаля, и это уже вместительная женская сумка через плечо. Однако главная фишка здесь не в объеме и трансформации, а в прак-корпе, то есть в технике лоскутного шитья. Ей приписывают магические свойства. Считается, что вещи из множества мелких кусочков оберегают людей. Поэтому Айжан в этом стиле шьет и подушки с этнопринтом. Наши бабушки были очень мудрыми. Они просто так лоскутки не пришивали. У каждого лоскута есть свое значение. Например, говорят, жизнь – это чередование белого и черного. Так и здесь. Но в центре белое, и оно словно копье пробивается вперед, и получается, впереди ждет только белое, светлое и лучшее. Верно говорят, что мода приходит и уходит. А вот этническая одежда и аксессуары – это часть национального стиля, кода идентификации, который есть у каждого народа. Поэтому независимо от объема спроса, кто или иной год, жить он будет всегда. Заврюш Бетимбаева, Дамир Айт Кужанов, Грани. Звенит апрельская вьюга. И все последствия этого отчасти аномального, но все же природного явления стали абсолютными чемпионами в социальных сетях. Количество роликов о снеге рядом с ним, под ним, просто зашкаливало. На этой неделе больше всего внимания уделили непредсказуемой, своенравной и волшебной погоде. Почему волшебной? Потому что для нее нет ничего невозможного. И даже в середине апреля, можно сказать… С Новым годом, получается? Я уже елку поставила. Я ее и не убирала так-то. У меня елка и мандарины готовы. Уснул в апреле, проснулся в декабре. А родители говорили, всю жизнь проспишь. Да, похоже, январь с апрелем работают через сутки. Зато в столице можно посетить аттракцион под названием «Четыре сезона года» всего за несколько дней и абсолютно бесплатно. Среда – весна, четверг – лето, пятница – осень, суббота – зима. В качестве бонуса за полтора месяца до лета некоторые все-таки ввели в свою жизнь физические нагрузки. Другие сумели хорошо сэкономить на дороге. Присаживаются на лошади. И стали больше ходить пешком. Как снег в апреле. Нет, даже больше неожиданностью стало происходящее в этом ролике. Началось все по классике. Девушка как бы случайно привела подругу на место, где той должны сделать предложение. Однако она отказалась и побежала прочь. Все бросились за ней. И тут… Это оказался розыгрышей девушки, которая привела сбежавшую невесту. Молодой человек сделал уже самое настоящее предложение руки и сердца. Сюрприз на 2 миллиона просмотров. Вот это было интересно посмотреть. Хорошая подстава. Прям мелодрама. Супер. Видно, что не наиграна. Девушка не ожидала. Счастья вам. А вот еще одно наглядное доказательство тому, что искренние эмоции всегда пользуются спросом. На кадрах запечатлен момент, как девушка наконец дождалась своего любимого из армии. И эту невероятную радость встречи после долгой разлуки с ними разделили 3 миллиона человек. Я люблю тебя, ты просто знай. Сдается мне теперь это надолго. В другом ролике пользователей соцсетей удивляла сама героиня. Точнее, ее умение обращаться с огнестрельным оружием. Я, короче... А на посуду за секунд шесть моет, наверное. Я влюбился. А кто-то все-таки успел найти в этом скоростном выступлении ошибки. Пенал забыла. Контрольного спуска не было. Флажочек не был зафиксирован. Но ничего из вышеперечисленного не помешало девушке набрать свои 5 миллионов просмотров и тысячи комментариев. В этом видео своими парикмахерскими талантами удивлял брутальный папа. На полном серьезе, со знанием дела и с синим ободком на голове, он сосредоточенно делал прическу кукле Барби. Чем же нам нас заколдало? Там максимально серьезный подход. Братан красава. Тоже хочу дочку. Я тоже так буду сидеть. Если у меня будет не такой муж, то зачем он мне вообще? Чего не сделаешь ради любимой дочери. И то ли еще будет. Это был проект Грани. Спасибо, что провели время с нами. Поздравляем со священным для всех мусульман праздником Ураза Айт. Айт Хаббл Болсон. До встречи в следующее воскресенье ровно в 20.00. Берегите себя и страну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова